МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полька-голоп Андрея Петрова из кинофильма о бедном гусаре замолвите слово в исполнении Валерии Лобановой. Бархатный озорной звук кларнета пленил Валерию 4 года назад, и она, не раздумывая, выбрала этот инструмент. На конкурсе представила, кроме польки, роман с Чайковского. Признается, перестроиться на два разных по характеру произведения помогают ассоциации. Когда ты играешь роман с Чайковского, ты представляешь, что за окном дождливое, и играешь в том же характере. А когда ты играешь польку-голоп, ты представляешь, как люди едут на лошадях. А вот Таисию Бурлак волнует в первую очередь, как подготовлен губной аппарат. От этого зависит глубина звука кларнета, и хорошо ли разыгралась перед выступлением. Ведь играть в быстром темпе вариаций всегда сложно. Я учу эти произведения с осени, но я учу параллельно еще другие, чтобы эти припасать просто для конкурсов. Валерии и Таисии выступать повезло в стенах родной Лесногородской школы искусств. А вот в гости к ним приехали дети со всего округа, всего 85 музыкантов. В конкурсе, скажем так, не может участвовать каждый ученик. У всех разные возможности, у всех разные способности. Потому что это действительно великий труд, чтобы дойти до сцены и выступить на сцене. Это надо много приложить усилий. Поэтому и проходит отбор на уровне, в данном случае, на уровне школ. Конкурс «Одаренные дети Подмосковья» ежегодный. В этой школе искусств выступили несколько отделений. Электроакустические инструменты, ударные и духовые. Репертуар, по мнению жюри, обширный. Абсолютно встречается все. И зарубежная классика, и российская, конечно, и русская классика. Представлено очень все здорово. Широко и играют здорово ребята. После конкурса именитые члены жюри дают советы, рекомендации маленьким артистам. А две подруги, Таисия и Валерия, в этот раз разделили пьедестал. Таисия первое место, а Валерия второе. Теперь готовится к областному этапу, который пройдет уже 11 марта в стенах родной школы искусств. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова